Всем привет ребята, с вами Джофф и сегодня у нас снова нагибаторские позиции. Самые лучшие места на картах, которые вам стоит точно посетить и попробовать. И первая позиция на карте рудники и она предназначена для советских СТ. Казалось бы, столько всего уже сказано об этих читатанках. И то, что они стреляют точно, и то, что они маленькие по размерам, и то, что у них самое главное непробиваемые башни. Но оказалось, что все-таки с каждым разом мы находим какие-то новые позиции, которые могут быть опробованы этими читамашинами. И такая позиция есть на карте рудники. Заезжаем на большой остров, перекатываемся через небольшой холм в ложбину и сидим там. С этой позиции мы можем, во-первых, просвечивать рашеров по большому острову. Во-вторых, мы можем контролить горку и балконы горки. И в-третьих, мы можем представлять из себя очень и очень неудобную цель. Потому что на советских СТ у нас спрятан корпус, и мы выглядываем одной башней. Минусы, конечно, тоже есть. Во-первых, самый главный минус это артиллерия. Но это вообще, скажем так, общий минус нашей игры. Лучше бы ее вообще не было. Ну и, конечно, второй минус, ребята, вам нужна какая-никакая, хотя бы простенькая поддержка на этой позиции. Чтобы хотя бы один или два ваших союзника сидели на точке А3-А4. Но в остальном очень хорошая позиция. И если вы видите, что у вас в команде много СТ, то имеет смысл не поехать вместе со стадом на горку, а поехать именно сюда. Ну а эта позиция на карте Перевал подойдет для быстрых легких танков или вот таких вот маленьких клопообразных ПТ-САУ типа Е-25. Отсюда можно неплохо постреливать по центру и по мосту. Плюс можно дефить окружную, если оттуда приехали противники. Но, ребята, честно вам признаюсь, что позиция довольно-таки опасная. Во-первых, вы практически всегда светитесь после выстрела. И то есть тут нужно брать нахрапом. Или выезжать быстренько добивать врага и откатываясь назад. Или же просто действовать как-то максимально аккуратно. И в основном пытаться стрелять по каким-то танкам с плохим обзором. Потому что если вы засветитесь, арта вас тут может укокошить. Но у этой позиции есть и плюсы. Во-первых, это эффект неожиданности. Как и любая другая горная позиция, конечно, противники вас не ожидают на ней увидеть. Они думают, что это за фигня, откуда по мне прилетает дамаг. Конечно, с другой стороны, если по окружной к вам приехали противники, вам будет довольно-таки трудно. Потому что прикрыть вас тут никто не может и нужно надеяться только на себя. Но если у вас прямые руки, если вы умеете играть, то вполне возможно, даже в такой ситуации вы сможете стать для противника большой-большой занозой в попе. А вот эту позицию, дорогие зрители, я обнаружил сам. Был у меня бой на ИС-3, я поехал в ущелье, начал танковать от камней. И тут вижу, вражеская Т-69 забирается на эту позицию и начинает раздавать. И скажу я вам, хотя мы победили, трудно было, очень трудно. И потом в результатах боя я увидел, что Т-69 на этой позиции настреляла целых 3 или 4 тысячи урона. В общем, позиция очень годная, ее плюсы это то, что есть эффект неожиданности, то, что можно играть через башню. Там, допустим, вылазить на той же 69-ке или комете, выкидывать там барабан или просто простреливать и закатываться обратно. Конечно, есть и минусы. Чтобы занимать эту позицию, нужно, чтобы ваши средние танки отбили штаны. А это, понятное дело, трудно. Плюс, конечно, нужно, чтобы ваши союзники вас поддерживали. То есть, как видите, враги комета агрятся на его союзников, при этом комета имеет возможность выкатываться и накидывать в бочину. В общем, позиция хоть и рискованная, но при этом продуктивная. Минусы, понятное дело, артиллерия. Ну и, конечно, как я вам уже говорил, вражеские СТ. Чтобы занять эту позицию, нужно их убить и занять штаны. А это позиция на карте Заполярья из разряда «высоко гляжу, далеко гожу». В общем, забираемся повыше, повыше, повыше и гадим на пределе отрисовки квадрата. Делать это можно на легких СТ, на таких хороших динамичных ЛТ и вот на таких ПТ-САУ типа Е25. Вообще, Е25, судя по всему, рекордсмен по участию в нашей передаче, потому что на этой маленькой ПТ-САУ, которая напоминает из себя клопа, можно забираться ну куда угодно. На данной позиции, как вы видите, можно простреливать половину карты, можно делать это из инвиза. При этом вы можете крыть не только правый фланг, но и ущелье, если вдруг оттуда приехали противники. Удобная позиция позволяет неплохо обороняться, позволяет неплохо настреливать, но занимать ее нужно в том случае, если вы подозреваете, что ваши союзники будут сливаться и вам придется защищать базу. В иных случаях вы рискуете остаться без дамага и без фрагов. Ну и, конечно, ребята, не забывайте про артиллерию. Как только вас засветит, артиллерия сразу вас наградит вкусным чемоданчиком. Ну и, наконец-то, позиция победителя. Напоминаю вам, ребята, что все предыдущие авторы позиции получают у нас по 500 голды, а автор этой позиции победителя целую тысячу. Итак, карта Эрленберг. Верхний респ. Быстро, в начале боя, на таком очень хорошем динамичном СТ, а желательно, конечно, чтобы он был с бронированной башней, поджимаемся к замку и становимся вот сюда. Отсюда мы агрим противникам, заставляем их вылазить на себя и подставляем под стволы союзников. Плюс мы их светим, плюс мы прикрыты от артиллерии и плюс, ну, конечно, при соответствующей поддержке союзников мы можем отсюда очень и очень неплохо работать. Лучше всего на ней играть взводом, когда вы занимаете позицию и двое ваших созводников вас прикрывают. Но если вы играете соло рендом, то не забывайте, ребята, в начале боя написать в чатик, типа, пацаны, помогите вот на этой точке, я буду тут офигенно светить и вам помогать. Чтобы они, конечно, приехали и вам помогли, как-то поддержали своими стволами. Но, если они не приедут, то, ребята, скорее всего, вас тут очень быстренько разберут. Так что будьте аккуратны. Вот такие вот пироги. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и удачных вам нагибов. Чао, какао. А вот эту позицию, дорогие зрители, я обнаружил сам. Был у меня один из боев, на котором... Так, а какой же у меня был бой? А вот эту позицию, дорогие зрители, я обнаружил сам. Был у меня один из боев, на котором я играл... А вот эту позицию, дорогие зрители, я обнаружил сам. Был у меня бой на ИС-3, в котором я танковал на ущелье, и вот на эту позицию забраждал... Тьфу, блин.